Санаторий «Металлорг» работает круглогодично. После капремонта в 2013 году он выглядит обновленным, да и контингент отдыхающих разнообразный от мала до велика. Самыми почтенными здесь значатся два друга – 87-летний Владимир Евсеевич и Абдулла Атаулович. Оба живут в Хостинском районе, более того, соседи дружат около 40 лет. Отдых в здравнице накануне Дня Победы как никогда прибавил сил и бодрости. И шпионские романы читают, и шутят по-мальчишески, и играют перед камерой, как профессиональные артисты. Освещенный, неосвещенный. Как ты живешь? Во. Во. Поэтому и живем, говорят ветераны, что не разучились шутить и всегда с оптимизмом смотреть на все происходящее вокруг. Хотя детские годы, вернее подростковые, были нелегкие. Владимиру Евсеевичу было 15, когда он начал помогать в санчасти 2132, расположившейся в санатории Орджоникидзе. Капитан мне говорит, ты кто такой? Я говорю, я местный. А с кем ты живешь? Я говорю, с мамой. А ты не хочешь помочь нам от раненых, переносить их или таскать раненых на лечение? Я говорю, пожалуйста. Абдулла Атаулович тоже из категории «дети войны». Он работал наравне со взрослыми на колхозных полях в 100 километрах от Ульяновска. Так начался его трудовой путь. Но сегодня ветераны больше делились своими впечатлениями об отдыхе. Ведь не каждый раз выпадает возможность отдыхать вместе. Великолепно. Отдыхаем и лечимся. Чудо. Лечимся. Чудо. Питание как-то. Как вас встретили? Как обслуживали? Как прекрасно наш врач Оксана Борисовна. Вот так два друга и прогуливаются по здравнице. То на прием к любимому доктору, то на процедуры, которые назначили на время пребывания в санатории. Угощают здесь фитобаре и кислородным коктейлем, и фиточаем. Ветераны к нам заехали по пути очки с лечением. Непосредственно на приеме у терапевта даны были рекомендации по дальнейшему лечению. Они принимают у нас физиопроцедуры, ванны, принимают кислородный коктейль, фиточай и грязи лечения. А после всех лечебных процедур ветераны идут в библиотеку. И уже планируют и договариваются, как встретить предстоящий день победы. В этом году, например, Хостинский район оздоровил в преддверии праздника 27 ветеранов. Те, кто по каким-то причинам не прошел санаторно-курортное лечение весной, пройдут его осенью.